Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я начинаю с совет и помощи, я это осознаю и пытаюсь подавить свою агрессию, но у меня не получается. Полгода назад я родила, начались недосыпы, ребёнка расчёбиваться, живу с матерью. Очень часто стала кричать на ребёнка, когда он капризничает ещё на маму. Очень много раздражает поведение и слава. Мы часто ссоримся, где я права, где-то нет, чаще всего я не выступаю. Всё, отцы отворачиваются от меня, я не знаю, что делать, помогите мне разобраться за всём. Помочь. В первую очередь хочется сказать, что психологи не дают советов. Очевидно, что у вас накопилось много злости, агрессии и чувств, их нужно вам помочь прожить, то есть где-то разместить. Лучше всего это сделать на психотерапии. Это первое. Второе. Необходимо прожить травму или развода, или вот того, что мужчина, ну, что вы растите ребёнка без оплаты, в отношениях с отцом ребёнком у вас, судя по всему, разладились, это тоже, скорее всего, для вас травматично. Следующее. Очень важно увидеть значение ребёнка для вас, какое значение ребёнок для вас имеет. И увидеть, что, возможно, ребёнок не является центром вселенной, то есть совершенно необязательно принять себя в жертву ребёнку. Перед мамой вы, скорее всего, чувствуете вину, либо сверхответственность, с этим тоже нужно работать, в том числе, посредством личных и личных границ. С мамой и другими людьми необходимо менять модель коммуникации на бесконфликтный. И этому, это тоже можно, этому тоже можно будет научиться на консультациях, вот, но пока что, пока что, пока что, пока что, я хочу сказать следующее, что агрессия – это угроза. То есть, когда вы чувствуете, чувствуете агрессию, это означает, что вам что-то угрожает. Кто угрожает, что угрожает, пока не ясно. Нужно это увидеть. Нужно постараться увидеть, кто или что вам угрожает. Это довольно важный момент, на мой взгляд. И дальше уже можно будет, в принципе, как-то смотреть, в каком направлении вы хотели бы двигаться. Как и что вы хотели бы делать. Вот. Понимаете, да? Пока что, ситуация выглядит вот так, как она выглядит. Угроза не идентифицирована. Как на нее реагировать, непонятно. Вот вы на нее как-то и реагируете. Даже сейчас, читая ваш текст, я чувствую, что вы находитесь в большом сильном напряжении, в отчаянии. Все эти чувства вас переполняют, а выразить их негде. Поэтому, как можно быстрее, обращайтесь на консультацию, то есть обращайтесь за консультацией к психологу и начинайте работать. Если эмоциональный тонус ваш не снизить, то будет вам куда более тяжелее и дальше, чем сейчас. Ну, ребенок тоже как бы страдает. На этом все. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего доброго.